Всем привет! Я Айка и сегодня у нас очередной мукбанг. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам тоже! Сегодня у нас хот-доги. Приготовила я их сама. Купила вот эти обалденные булочки. Они пипец, кстати, дорогие. Надо учиться их тоже печь самой дома. Также десерт приготовила мамочка. Рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите и готовьте. Готовится он очень просто. И обычная лапша быстрого приготовления. Давайте приступим. Начну я, пожалуй, с хот-дога. Самое главное в хот-доге это вкусная сосиска. Вот если сосиска действительно вкусная, качественная, то хот-дог тоже обалденный. Я где-то месяц назад увидела в ютубе у девчонок приложение «Финансы». Скачал это приложение. Наверное, у многих оно есть. Там ты регулируешь свои траты, доходы и так далее. Очень удобно. Очень. В общем, скоро будет месяц, как у меня это приложение. Я офигела от того, что 40% моих доходов уходят просто на хотелки. Я сделала раздел «Хотелки». У меня там продукты, коммунальные услуги, транспорт и так далее. И, оказывается, больше всего денег уходит на мои хотелки. Если не считать продукты. Вообще, мне очень понравилось это приложение. Я поняла, что это очень крутой способ правильно распределять свой доход. Потому что, когда мы не анализируем свои расходы, мы совершаем очень много покупок, которые даже не планировали на какие-то ненужные вещи. За прошлый месяц я купила паровой утюг, например, который мне особо так и не нужен был. А если честно, качество утюга тоже не супер. Я вот уже пользуюсь им на протяжении недели. Не сказала бы, что очень удобно. Но так или иначе, деньги за него уже отданы. То же самое постельное белье. За последний месяц куплено 2 по постельным бельям. Одно стоит 100 долларов, второе в районе этого. Я не говорю, что надо переходить прямо на тотальную экономию. Ничего не покупать. Но кое-какие расходы можно урезать. Например, на чем я собираюсь экономить? Не к столу, но лазерная эпиляция. У меня уже настолько мало растительности. Очень мало. Особенно на ногах. Что я считаю, можно спокойно перейти на эпилятор. Один раз в полгода пройтись эпилятором и все, ходи себе счастливая. То есть на этом можно экономить, потому что сейчас не самые простые времена. И это нужно осознавать. Ни в коем случае не реклама. Просто советую вам тоже обратить внимание на свои расходы. Возможно, просто записывайте. Кому-то нравится записывать в тетрадку. Я в последнее время начала следить за блогерами, которые снимают, как они экономят. Я в шоке от того, сколько у людей кредитов. Ипотеку заплатим. За карточку заплатим. Там где-то на Вайлберис взяла рассрочку за это заплате. На жизнь остаются вообще копейки. А кредиты, даже казалось бы, эти беспроцентные кредиты, рассрочка и так далее, они тоже невыгодны. Не знаю, как у кого. Ну, у нас ты платишь комиссию. В любом случае. А если ты покупаешь в кредит, ты покупаешь по одной цене. Если ты покупаешь за наличие, ты покупаешь совершенно по другой цене. День не сторонних кредитов, если это не какая-то супер крупная покупка. Как, например, квартира. Возможно, машина очень нужна, но возможности ее приобрести нет. А это еще месяца не было. Честно, меня очень вдохновляет. Когда я смотрю распределение бюджета, например, человека, который живет, не знаю, на 150 долларов целый месяц. Потому что вся зарплата, все-все-все уходит на кредиты. В общем, я решила на кое-чем экономить. Не покупать ненужные вещи. Это не касается продуктов. То есть на продуктах я считаю, что экономить нельзя. Вот. А все остальное, например, одежда. Месяц. Не буду ничего покупать. Шейн нам. Надо остановить вот эти вот все заказы. Если вы в своей жизни минималист, не покупаете ненужных вещей, вы меня не поймете. Я такой человек. Вот если я узнаю, что где-то скидки сносят с крышу. Особенно на меня очень сильно реагирует реклама. Все рекламные интеграции мне хочется купить. Элементарно. Как я познакомилась с интернет-магазином Шейн. Очень просто. Я смотрела распаковки и поняла, что оно мне надо. Просто изначально я думала, что доставки в Азербайджану Шейна нету. Но потом мне по рекламе моя подписчица отправила платье. Я показала его в своем видео. Мне подписчицы начали писать, что почему ты не заказываешь напрямую Шейна. Ведь доставка к нам в Азербайджан бесплатная. Так и пошло-поехало. Начала заказывать. Перестала смотреть бьюти-блогеров. Вот с сегодняшнего дня я больше не буду смотреть бьюти-блогеров. Для меня это во вред. Кто-то смотрит, делает какие-то выводы и не покупает все, что говорят они. Но в моем случае это работает немножко по-другому. Плохо говорит блогер про косметику. Хорошо говорит. Мне все равно хочется покупать какую-то декоративку, когда я смотрю бьюти-блогеров. Бьюти-блогеров точно нужно исключить из моего плейлиста. Я уже какую-то часть бьюти-блогеров уже отсеяла, но надо еще больше. В детстве, когда я слышала там шапоголизм, болезнь и так далее, я все думала, какой бред. Можно же просто не покупать. Какая болезнь. Вот люди придумывают себе, а на самом деле это очень затягивает. У меня в гардеробе очень много однотипных вещей. Плюс-минус похожих вещей. Плюс-минус одно и то же. Поэтому я дала себе слово что я буду покупать только то, что мне действительно необходимо. Это не значит, что я вообще ничего больше покупать не буду. Просто буду покупать то, что нужно. Вообще, я всегда думала, что я в месяц где-то трачу 500 долларов, а оказывается нет. После того, как я начала вести финансы, я поняла, что я трачу 1000. А иногда даже больше. Бывают какие-то расходные месяцы. Например, купила ноутбук, купила что-то большое. Купила телефон и так далее. В общем, я советую, если вы тоже такой же шипоголик, как и я, ведетесь на все скидки, акции, все эти маркетинговые уловки, просто завести себе приложение, где будете отслеживать свои расходы. Это очень удобно. На этом все. Я наелась. Было очень вкусно. обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.